IT Nano Energy. 1 сентября в Новочебоксарске откроется детский технопарк Кванториум. Он разместится на базе химико-механического техникума. Сегодня там побывала депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Подробнее далее. Вместо стандартных панелей с электрическими схемами здесь появится уникальное оборудование. В Energy Quantum ребята смогут изучать электронику, электротехнику, возобновляемую энергетику. В Новочебоксарском технопарке будут работать еще 5 квантов. Био, Nano, IT, авто, дополненная и виртуальная реальность. Эти направления выбраны не случайно. Мы сделали анализ из тех предприятий, с которыми мы работаем непосредственно на территории не только города, но и Чувашской республики. Проанализировали наши возможности с точки зрения специальностей. Мы проанализировали сразу же кадровую составляющую, что немаловажно. Такой прорыв для наших детей – это плюс огромнейший. Проект почти готов. К строительству планируют приступить в марте, завершить к концу августа. На строительство нового кванториума поступит 57 миллионов рублей из федерального бюджета. 35 миллионов добавит республиканский. Это точка роста. И фактически мы уже имеем такую площадку в Чебоксарах, в Чебоксарске. В Канаше у нас IT-куб появляется. То есть мы фактически позиционируем этот опыт во всех крупных городах здесь. И, конечно, мы за то, чтобы этот опыт повлиял вообще на общее образование, на школы, на всех педагогов, на изменение рабочих программ образовательных. Чтобы наши дети не подходили формально к изучению предметов, а чтобы они ощущали этот мир через призму тех знаний, которые даются педагогами, образовательными менеджерами. Что необходимо для этого сделать и как помочь ребенку выбрать профессию, обсуждали за круглым столом. Педагоги образовательных учреждений делились своими наработками. В городе Спутники уже 24 года реализуется проект доп. образования «Школа дикой природы». После окончания школы ребята легко поступают на естественно-научные факультеты в учебных заведениях. А темы исследований, выбранные детьми в 5-м, 6-м, 7-м классе, дальше становятся темы курсовых работ, темы дипломных работ, темы кандидатских и докторских диссертаций даже. И наши ребята работают в этом плане уже, я знаю, в Австралии кто-то, кто-то в Швеции. Другой пример из 6-й гимназии. С 2010 года старшеклассники проходят социальную практику, работают волонтерами на предприятиях и в организациях. Это локальная наработка, а вот проект «Билет в будущее» уже всероссийского масштаба. Чуваши – один из 32 регионов участников. Цели те же – ранняя профориентация и качественная подготовка кадров. Татьяна Леонтьева, Бахтиар-Велеев, Республика. Продолжение следует...